1-2 марта президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева посетил эту страну с рабочим визитом. Сегодня глава нашего государства принял участие в саммите контактной группы движения «Неприсоединение в городе Баку». Руководитель страны выдвинул ряд важных международных инициатив. Провел ряд встреч, хронологи событий в видеообзоре нашей программы. Начало марта 2023 года ознаменовано знаковым событием глобального уровня. Столица Азербайджана, город Баку, стал местом проведения масштабного саммита. Движение «Неприсоединение» – одна из крупнейших международных структур, объединяющая 120 государств-участников, провозгласивших основой своего внешнеполитического курса неучастие в военно-политических блоках и организациях. Последовательное развитие сотрудничества на основе принципов и целей Устава Организации Объединенных Наций. Накануне президент Республики Узбекистан Шавкет Мерзиёев по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева прибыл с рабочим визитом в эту страну. В Международном аэропорту имени Гейдара Алиева главу нашего государства встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и другие официальные лица. По прибытии в город Баку в этот же день по особенному тепло приветствовал высокого гостя, близкого друга президента Азербайджанской республики Ильхам Алиев. Он искренне поблагодарил главу нашего государства за поддержку и личное участие в саммите движения неприсоединения. Шавкет Мерзиёев в свою очередь особо отметил эффективное председательство Азербайджана в этой структуре. Президенты подробно рассмотрели ход исполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне. С глубоким удовлетворением отмечено, что благодаря системным и продуктивным контактам узбекско-азербайджанские отношения стратегического партнерства вышли на качественно новый уровень, наполнились конкретным содержанием. В прошлом году товароборот между двумя странами вырос более чем на 50%. В активной фазе находится реализация проектов кооперации в таких приоритетных сферах, как автомобилестроение, текстильная промышленность и шелководство. Ведётся подготовка перспективных проектов в нефтегазовом секторе, в сфере транспорта и логистики. В рамках состоявшегося в городе Ташкенте в феврале этого года первого форума регионов было подписано соглашение о создании совместного инвестиционного фонда. Отмечена заинтересованность в обмене опытом по развитию деятельности свободных экономических зон и системы налогового администрирования. Подчёркнута важность дальнейшего расширения культурно-гуманитарных обменов. А ещё главы государств обсудили актуальные международные и региональные вопросы, рассмотрели график предстоящих мероприятий. Встреча прошла в традиционно открытой, тёплой и дружественной атмосфере. 2 марта 2023 года столица Азербайджана, город Баку. Здесь сегодня состоялся саммит контактной группы движения «Неприсоединение». В работе мероприятия, прошедшего под председательством президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева, приняли участие президент Республики Узбекистан Шавкат Мурзиоев, президент Туркменистана Сырдар Берда Мухаммедов, президент Ирака Абдул-Латиф Джамал Рашид, председатель президентского совета государства Ливия Мухаммад Венис Альманфи, председатель президиума Боснии и Герцеговини Желька Свиянович, вице-президенты Кубы Сальвадор Месса Габона Роз Рапонда, Танзании Филипп Мпанго и премьер-министр Алжира Айман Бен Абдеррахман. Международные организации представляли председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организаций Объединенных Наций Чаба Киореши, заместитель Генерального секретаря ООН Татьяна Воловая. В соответствии с повесткой дня обсуждены вопросы преодоления последствий пандемии коронавируса COVID-19, обеспечения продовольственной безопасности, защиты окружающей среды и другие актуальные проблемы устойчивого развития в период постпандемийного восстановления мира. Президент Шавкат Мурзуев в своем выступлении подчеркнул, вызовы и риски, связанные с изменением климата, природными бедствиями и техногенными катастрофами, с которыми сталкивается в последние годы человечество, помимо борьбы с пандемией. Их масштабы растут и представляют серьезную угрозу безопасности и устойчивому развитию не только отдельных государств, но и целых регионов, сказал Шавкат Мурзуев. Отмечено, что в этой связи Узбекистан выступает за усиление сотрудничества в рамках глобальной платформы по достижению основных целей Синдайской программы до 2030 года. В целях глубокого изучения причин возникновения таких чрезвычайных ситуаций и эффективного предотвращения их последствий, президент нашей страны предложил создать специальную сеть мониторинга и научных исследований движения «Неприсоединение». Глава нашего государства подчеркнул, что в постпандемийный период усилились геополитические и идеологические противоречия, под воздействием которых в разных регионах мира возникают новые очаги нестабильности. До сих пор не найдены глобальные решения конфликтов, сохраняющихся на протяжении долгого времени в регионе Ближнего Востока и Афганистане, отметил лидер Узбекистана. Особо подчеркнута возрастающая актуальность расширения практического взаимодействия в рамках движения «Неприсоединение» в условиях усиливающейся в последнее время во всех странах угрозы терроризма и экстремизма. С учетом этого выражена уверенность в том, что движение «Неприсоединение» должно возглавить усилия по укреплению международно-правовой базы борьбы со всеми проявлениями терроризма. Это будет способствовать еще больше активизации многостороннего сотрудничества всех государств-членов движения в рамках ООН. Лидер Узбекистана указал, что в системной координации и эффективном решении этих проблем на международном уровне основная роль должна принадлежать ООН и ее специализированным структурам. Подчеркнуто, что в процессе реформирования ООН члены движения «Неприсоединение» должны обрести постоянное место в Совете Безопасности. Шавкат Мурзиоев поднял еще один важный вопрос – глобальной повестки дня – смягчение последствий продолжающегося экономического кризиса. «Серьезным испытанием для социально-экономических систем наших стран становится усугубляющийся дефицит продовольствия, водных и энергетических ресурсов», – отметил глава нашего государства. «К огромному сожалению, в столь непростой обстановке основная тяжесть этого негативного воздействия ложится именно на развивающиеся страны», – отметил глава нашего государства. Для открытия широких экономических возможностей развития практического сотрудничества, продвижения региональных совместных программ и крупных проектов, предложено регулярно накануне саммитов движения «Неприсоединение» проводить экономические форумы. Такие важные мероприятия будут способствовать ускорению обмена инновациями, современными знаниями и передовыми технологиями, и в целом созданию прочного фундамента для четвертой промышленной революции, в частности развития умной экономики. Президент Узбекистана отметил, что отрицательное влияние пандемии прежде всего сказывается на подрастающем поколении, резко сокращаются возможности молодежи для получения качественного образования и профессии, медицинских услуг и занятий спортом. Особенно тревожит, что у молодого поколения снижается уверенность в том, что в будущем оно сможет занять достойное место в жизни. Также усиливается влияние деструктивных и радикальных идеологий на сознание тысяч молодых людей, сказал руководитель Узбекистана. Выражено намерение организовать в следующем году саммит безграничных возможностей молодежной сети движения неприсоединения в одном из центров мировой цивилизации в Древнем Самарканде с целью гармонизации политики и планов обмена накопленным опытом в этом направлении. В заключении глава нашего государства еще раз искренне поздравил азербайджанскую сторону с эффективным председательством в движении неприсоединения и успешным проведением саммита. Саммит завершил свою работу, став важной платформой для обсуждения актуальных вопросов преодоления последствий пандемии коронавируса, обеспечения защиты окружающей среды и других актуальных проблем устойчивого развития. А инициативы, озвученные президентом Шавкатом Морзиоевым, будут работать на последовательное решение актуальных задач современного развития, будь то минимализация рисков, связанных с изменениями климата, противодействиям, угрозам терроризма и экстремизма, смягчение последствий продолжающегося экономического кризиса, всесторонняя поддержка молодежи. Итак, саммит вновь ярко продемонстрировал, как Узбекистан, его лидер, стремится генерировать новые прорывные идеи, направленные на решение актуальных вопросов глобального уровня. Вот только некоторые из них. Это усиление сотрудничества в рамках глобальной платформы по достижению основных целей Синдайской программы до 2030 года. Укрепление международной правовой базы борьбы со всеми проявлениями терроризма. Регулярное проведение экономических форумов. Они позволят расширить партнерство в данном измерении, активно продвигать региональные совместные программы и крупные проекты. А с целью гармонизации политики и планов в молодежной сфере, обмена накопленным опытом, инициировано проведение саммита безграничных возможностей молодежной сети движения неприсоединения в Самарканде. Эти и другие инициативы на авторитетной площадке саммита были всецело поддержаны. А по завершении пленарной сессии саммита движения неприсоединения президент Республики Узбекистан Шавкят Мерзиёев провел ряд встреч с главами делегаций и руководителей международных организаций. В беседе с президентом Туркменистана Сердаром Бердамухамедовым обсуждены вопросы продвижения совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и энергетической секторах. С эмиром Эмирата Рас Аль-Хайма, членом Высшего Совета УАЭ, шейхом Саудом Бин Сакрам Аль-Касими рассмотрены вопросы привлечения ведущих компаний к формированию и реализации нового портфеля совместных инвестиционных проектов. Состоялся обмен мнениями с председателем 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чабой Кюрёши по вопросам повестки дня предстоящей пленарной сессии ведущей международной организации в сентябре этого года. Генеральный секретарь Всемирной Туристской Организации ЗУРАП Палалликашвили сообщил о проводимой работе по подготовке и проведению очередной сессии Генеральной Ассамблеи ЮНВТО 16-20 октября текущего года в городе Самарканде. Рассмотрены также вопросы выполнения совместной программы по подготовке кадров в области туризма. А затем президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев посетил аллею почёта в Баку и отдал дань уважения памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Главное, что государство возложил цветы к могилам Гейдара Алиева и его супруги Зарифы Алиевой. Гейдар Алиев вошёл в историю как выдающийся политик и государственный деятель, основатель независимого Азербайджана. Благодаря его решимости, сильной политической воле и исключительным лидерским качествам, братская страна достойно преодолела сложные испытания. Гейдар Алиев был близким другом узбекского народа. Он несколько раз посещал Узбекистан, внёс большой вклад в укрепление исторических связей и сотрудничества между нашими братскими странами. Память о политическом деятеле увековечена и в нашей стране. В Ташкенте действует азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева. В прошлом году в ходе визита президента Ильхама Алиева в Узбекистан состоялось открытие улицы и сквера имени Гейдара Алиева в нашей столице. Всё это является ярким воплощением крепкой дружбы между нашими братскими народами. Субтитры создавал DimaTorzok